Дорогие коллеги, друзья, хочу поздравить вас с замечательной датой 20-летия Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии и поприветствовать вас как участникам форума Когнитивно-Поведенческой Психотерапии. К сожалению, я не смогу с вами присутствовать, но вот так хотя бы заочно поздравлю вас и скажу, не задерживая ваше внимание долго, может быть, две важные вещи. Первое касается нашей истории. Мы, по сути дела, являемся наследниками очень важной традиции. Мне кажется, что мы должны это обязательно удерживать в своем сознании и в своих делах. Мы наследуем выдающуюся традицию наших отечественных нейрофизиологов, начиная с Ивана Михайловича Сечина, Ивана Петровича Павлова, Алексея Стещева-Томского. Плюс в этом же списке, конечно, и Выгодский Лев Семенович, и Лурия, и Анохин и так далее, и так далее, и так далее. Мы наследуем с вами очень мощную традицию, и мне кажется, что мы должны нести ее осознанно, с пониманием важности вот такого системного и естественно-научного взгляда на человека. И о второй вещи, которую я хочу сказать, я начну с небольшой шутки. Дело в том, что когда все это еще начиналось, мы с Дмитрием Викторовичем Ковпаком работали вместе в клинике неврозов имени Академика Павлова в Санкт-Петербургском городском психотерапевтическом центре. У нас ходила такая шутка, что для того, чтобы использовать когнитивно-поведенческую психотерапию, у пациента должны быть когниции. Это шутка, которая сейчас все более и более становится серьезным таким вопросом, потому что действительно общество в целом интеллектуально деградирует. И та миссия, которую мы с вами выполняем, не просто психотерапевтическая. По сути дела, мы являемся носителями знания о том, как человек должен пользоваться своим собственным ресурсом, своим мозгом, своими интеллектуальными способностями и так далее. И я надеюсь, что будущее десятилетия, двадцатилетия нашей ассоциации, это будет не просто терапевтическая ассоциация, это будет сообщество людей, которые работают и в области психотерапии, психологии, консультирования, но также и в сфере образования, в сфере управления. У нас важная миссия. Мы можем учить осознанности, мы можем учить правильному принятию решений, рациональному мышлению, критическому мышлению и так далее. Мне кажется, что это наше такое внутреннее ощущение и наследование прошлого, и вот этого смелого взгляда в будущее должно сделать нашу работу более и более эффективной. Этого желаю вашему форуму, нашему форуму, нашей ассоциации и надеюсь, что мы с вами встретимся, может быть, в следующем году.